Скандал между представителями власти. Член наблюдательного совета Молдова-Газ Серчио Тафилат и депутат отправящей партии ПАС Раду-Мариан публично обвинили друг друга. Это произошло после того, как Тафилат предложил законодательную инициативу о наделении Наре полномочиями назначать специальные управления в Молдова-Газ. Тафилат написал в социальных сетях, что он удивлен тем, как директоры Наре и Раду-Мариан вместе с Газпромом и пророссийскими сторонниками защищают руководство Молдова-Газ. Это пахнет предательством. Список адвокатов неполный, страна должна знать своих героев, высказался эксперт. В ответ Раду-Мариан написал в социальных сетях, что давно знает Серчио Тафилата как рационального человека, выступающего с аргументированными позициями в энергетической сфере, но его последние высказывания нелепы и даже истеричны. Серчио Тафилат предложил законодательную инициативу, согласно которой Наре наделяют полномочиями по введению специального управления Молдова-Газ. «Я ему еще летом очень четко объяснил, что такой проект должен быть инициирован Министерством энергетики через правительство, чтобы пройти все этапы публичных консультаций. Господин Тафилат хорошо сотрудничает с министром и знает это», — отметил Раду-Мариан. Он также сообщил, что Серчио Тафилат, используя свое положение представителя Республики Молдова в Молдова-Газ, за что ему платят более 150 тысяч леев в месяц, пытается сделать свой политический пиар перед парламентскими выборами. Недавно Тафилат написал в Facebook, что запасов газа Молдове хватит до конца декабря. По его мнению, существует риск того, что Молдова-Газ не сможет закупать природный газ из-за того, что руководство компании не утверждено в течение двух месяцев. В этой связи Тафилат предложил зарегистрировать в парламенте законопроект о временном внешнем управлении компанией. В ответ Национальное агентство по регулированию в энергетике выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что необходимости в такой инициативе нет, поскольку действующее законодательство обеспечивает эффективное управление корпоративным управлением, не влияя на энергетический рынок или стабильность сектора.